А я вот, кроме того, что я пастор церкви, да, я являюсь папой в этой беременной девушке. И кто-то может из вас или из наших телезрителей, да, спросить. Нормальный папа или нормальный муж. Нормальный башта или муж. Нормальный служитель. Нормальный служитель. Пустил бы свою беременную дочку в тюрьму. Дали би пуснал своята бремена дъщеря в затвор. В мужскую тюрьму. В мъжкия затвор. Я думаю, что многие бы так высказали, сказали, но че человек не может быть нормальным. Мнозина хора биха се изказали, че този човек не може да бъде нормален. Потому что в принципе это действительно ненормально. И вы знаете, был такой период, когда мы в Казахстане ездили по тюрьмам. И мы ше в период, когда в Казахстане ходих мы в затворе. И в тюрьму в основном общего усиленного и иногда строгого режима. Понял-ка налива в общий затвор, понял-ка строг режим ходих мы, если что. Я даже знаю такой случай, когда на промзоне, в тюрьме усиленного режима, заключенные захватили тюрьму. И затворниците, те завладяха затвора. И взяли заложники. И взеха заложници. Ну то есть мы все равно чем-то рискуем, правильно? Рискуваме с нещо, когда оттилам в затвор. И вот если вы сегодня у меня спросите, когда мы начали здесь тоже ездить по тюрьмам. И когда тут все что започнах, мы доходим в затвор. Я поехал. Аз утидох. Моя супруга все что утиды. Брат Эдди поехал. Брат Эдди все что? Служитель Павел еще поехал. И мы там служили. Служихме там. Някакво време. Потом через какое-то время только жена ездила. После само супругата ми е ходила. С служителям. С служителям. Но потом я думаю, что человеческое что-то взыграло во мне. Но после нечто човешко в мен ме уводяло. Я понимаю, что я рискую своей женой. И аз разбрах, че рискувам жена си. Кто знает? Может ее могу взять в заложник? И на каком-то этапе я ей запретим. И в един этап казах и да не ходи в затворе вече. Вече няма да ходишь там. Потому что я переживаю. За что-то се притеснявам за теб. Вы знаете, сегодня я хочу задать вопрос. О чем вообще говорит? Искам да ви задам вопрос. За какого он что говорит? Что отец? Бащата? Или что супруг? Супруг? Или что служитель? Пускает девушку беременную. Пускает бременна жена. Или просто девушку. Или просто жена. Такую как Даша. Като Даша. Или такую как Оксана. Като Оксана. Говорит ли это о нашем безумии? Това говорили за нашу безумие. В какой-то степень да? За нашу удост. В някакого степень да. Соглашуйся. Что ты с согласил? Ну, знаете, Писание говорит. Писание доказывает. Будьте безумны Христа ради. Будьте луди за Христос. Но все-таки я выскажу свое мнение. В большей степени. В по-голямата степень. Это говорит. Това се говори. За нашу доверие в Иисус Христос. Насколько мы доверяем Господу? Колко се доверяваме на Господу? Значит, завтра мы пойдем в мусульмански страны. Днеска, утре ще отидем в мусульмански държави. Насколько мы доверяем Господу? Колко се доверяваме на Господу? Вот всего лишь об этом я хотел сегодня сказать. Само сутвайска да каже днес. Поэтому сейчас выйдет супруг вот этой бременной девочке. Сега ще излезе супруга на тази бременная жена. Он тоже немножко такой же сумасшедший, как меня. То есть все, что малку лут. Ну и настолько же доверяющий нашему Господу Иисус Христос. Ну, толково честидоверява на наше Господу Иисус Христос. Давайте поприветствуем пастор Роман сегодня. Спасибо за такое мощное приветствие. Благодарим за толково мощный поздрав. Да, действительно. Мы, как верующие, как христиане, не от мира всего. Наистина, никакой верующий христианин не смеет този свят. И у нас на молодежках мы общались. Много ребят молодежи есть. И на наши молодежки служения им имеем доста хора вече. Которые еще не ходят в церковь, но при этом посещают молодежки. И то, что не ходят на церковь, обаче посещают молодежку служения. Интересуются Богом. И се интересуют от Бога. И мы как-то задали им вопрос, какое у вас было впечатление о верующих вот того молодежи. И вначе задали им вопрос, каково беше впечатление за верующие преди да дойдите при нас. Но они говорили там, но они какие-то странные. Не очень, короче, было. Впечатление им не беше много добро. Я говорю, а сейчас вот о нас. И Египетаму всегда каково мысли за нас. И нам сказали, ну вы почти нормальны. Да казахами почти нормальны. И вот это меня, в принципе, обрадовало, что он не сказал, что вы нормальны. Я слышно, что вами зарадовало, что ты не казаха, че я смею нормальны, которые устанут тихо. Убачи почти. Нотка безумия и ненормальности в нас присутствует. Има нотка на безумие и ненормальности в нас. Да, и вот Аня засвидетельствовала по поводу субботнего дня. За вчерашний день. И вообще неделя у нас выдалась такая очень... Эмоциональными горками. Кату эмоционален аттракцион. Да, что и все как перед служениями или после каких-то служений. Что вот во вторник нас в больнице там врачи немножко... Вторник. Ну, ошиблись конкретно, но расстроили. И я получил такое обличение, что... Я получил обличение. Прямо в этот же день. Слушайте один. Что я, когда вспоминал эту акушерку, гинеколог, Мое сердце сразу наполнялось злобой. Все, в следующий раз пойду, буду ругаться. Что много родственников, врачей, знакомых, со всеми поговорил, у всех проконсультировался. Чтобы ее аргументом на мои слова, на мои споры не было. Ты не врач, ты не знаешь. За да не ми каже, като аргумент на моите думи, че ты не си лекар и не знаешь. А тут я был уже подкованный. Но когда я ходил, выгуливал собаку и молился по поводу слова для тюрьмы, Обаче, докато си разхождах кучето и си молих за слово за затвора, Я получил обличение от Бога. Получих обличение от Бога. О том, что она обычный человек. За това, че тя е обикновен човек. Что она человек, который не знает Бога. За това, че тя е човек, который не познава Бог. И это му не надо удивляться и злиться. И ние не трябва да се очудваме и да се идосваме. А наоборот благословлять ее. А обратно то да я благословиме, да се молим за нея. И просто не принимать эти все слова сказанные в наш адрес. И я действительно получил такое освобождение. У меня улучшилось настроение. И наистина получих твое освобождение. Подобримись настроението. И поэтому я был полон Духом Святым уже в тюрьме. И за това бях вечно наполнен со Святия Духов затвора. Меня эта ситуация уже не касалась. И хорошо вот в пятницу. И в пяток. Даша привела такой пример. Даша мне дали хубав пример. Она перед сном читала и наткнулась на Евангелие от Матвея, 5 глава. Приди до селегния чела Матея, 5 глава. И там говорится, благословляйте проклинающих вас. И там все говорили, да благословиме тези, куїто ви колнат, куїто ви гонят, куїто ви преследват. Я такой, это вот прям подтверждение на мое обличение, на мое обличение, за което все покаях. И вот в субботу, когда произошла эта ситуация, и в субботу, когда все случится эта ситуация, да, я тоже расстроился, что у нас и Ульяна тоже пострадала. Что-то и Ульяна пострада. Но меня потом обрадовала реакция моего сердца. И реакция молодежи. И реакция это на молодежи. И в частности, особенно Ульяна. Что никто не поднял истерику. Никуя невдигна истерика. Не начал там проклинать злословие что-то. Не пошли до колнея, до злословий. А все просто помолились, благословились. И отпустили эту ситуацию. Благословиха и отпустных от этой ситуации. И меня как молодежного пастыря это очень обрадовало. Что вот наш такой лидерский служащий костяк молодежи. Че тези лидери, които служат в молодежкото. Действительно доверяют Бога и не имеют такого жесткого, ожесточенного сердца. Наистина се доверяют на Бог и нямат такого жестоко сердце. Что они не привязаны к материальным благам. И че не са привырзани к материалноту. Поэтому наш вот, несмотря на все это, последующий день и вечер просто прошли на ура. И затова, вопреки всичку, день не ми намного добре. Потому что у нас вчера были трое новых человек. И вчера имахме и три манови души. И мы этой радостью смогли им передать нашу любовь. И не успяхме да им передадим тази радост и любовь. Иначе, если б мы были бы загружены, они бы сказали ому. Мы больше сюда не придем. А так они увидели радость, увидели любовь. И поэтому они горят желанием еще раз приходить сюда. А сейчас намного проще. Там стоит вывеска, они знают, куда они приходят. Мы и до этого не скрывали. Но сейчас еще проще. Они знают. И для нас это показатель, раз они приходят еще и еще. Зная, куда они приходят. Значит, они тянутся к этому. И вот неделька выдалась очень активной. Господь на этой неделе со мной работал по-особену. Разговаривал по-особенному. И слава Богу, Он дал мне слово и для тюрьмы. Дайте слово и за затвора. И на молодежку. И за молодежку. И даже сейчас, чтобы с вами поделиться. И даже сега до споделяться с вас. И хоть мы все с хорошим настроением на подъеме. И вопреки, че всички смеют в добром настроении. Моя проповедь не будет слишком веселой. Моя проповедь не будет слишком веселой. Но об этом нужно говорить. Ну, треба договорим за тези нечто. И тема моей сегодняшней проповеди. И тема-то на мою это проповедь. Это как побуждение. И мы хто ваку то побуждение. Будьте готовы. Да будем готовы. И знаете, несколько месяцев назад. И при денья кулку месяца. Мне приснился один сон. А с сынувых один сон. Я его помню до сих пор детально. А с многу детальну сегу вспомним. Максимально детально. Всякий деталь. И я его растолковал. Я сего растолковал. Я поделился с пастырем. Поделился еще с некоторыми людьми. Поделился с пастырем. Поделился еще с молодежкой. И я оставил это вот чисто в нашем таком узком кругу. Но последние события в мире. Ваше последние события по свято. Заставили меня больше вот размышлять над моим сном. Над тем, что сейчас происходит. Над книгой Откровение. И Пророка Даниила. Это две мои самые любимые книги. И Бог дал слово. И я понял, что надо поделиться ее не только в нашем таком маленьком кругу. А со всей церковью. Поэтому я хочу вначале поделиться с вами моим сном. Потом толкованием. След това толкованието. А потом тем, что Бог мне отдавал на протяжении последних недель. И след това отговори, които Господь мне даваше. И этой ночью. Приложение на седмице и тази нощ. И вот мне снится сон. Сынувам сон. Где я иду с каким-то человеком. Което вървя с някакъв човек. Погода такая пасмурная, немного ветреная. Времято е малко развалено. Вятър. Дождь. И мы что-то смотрим в небо. И не гледаме небето. И видим огромный летающий корабль, самолет. И виждаме огромен летящий корабль, самолет. У него форма была не совсем как у самолета. Формата му не совсем как у самолет. Примерно как площадка авианосца, если вы видели когда-то площадка. Горе-долу как площадка за авианосец. И примерно такого же размера, но в небе он летал. И горе-долу същия размер, обаче беше в небето. И просто в один момент мы видим, как он берет и просто врезается в землю. И в один момент мы видим, что он просто падает в землю. Там взрывы, огонь, осколки. И мы с этим человеком бежим на это место. Потому что в этом самолете могут быть люди и мы можем их спасти. И просто когда вот он упал, Начался очень сильный ветер. Ураган, дождь. И небо настолько сильно сгустилось тучами. И небето толкова сильно се напълни с облаци. Что полностью закрыло солнце и стало очень темно. И вот мы бежим к этому месту. И я просто в один момент поднимаю вновь свою голову вверх. И в один момент си вдигам главата нагоре. И вижу, как летят еще два таких же подобных самолета. И этот ураган сдувает второй самолет. И този ветер бутат второй самолет. Он ударяется в третий и они вдвоем падают на землю. И мы бежим, пытаемся туда же сразу побежать. И в этот момент я просыпаюсь. И уже на этом этапе я начинаю чаще понимать, Какие сны действительно мне говорит Бог. Какие атаки от дьявола. А какие, ну, просто как процесс воображения моих эмоций. Как мне выдадет мой мозг. И это была, получается, ночь субботы на воскресенье. Я после служения сел и начал молиться и просить убого толкования моего сна. И вот он дал следующие места из Писания. И следующие места в Писании. Откровение, шестая глава, второй стих. Я когда только пришел в церковь. Мне один мой друг сказал. Ромчик, если проповедующий начинает свои проповеди с книги Откровения. Это будет очень невеселая проповедь. Это будет очень такая пессимистичная. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. На проекторе можно видеть перевод. И тут мы видим. И тут к виждаме. Говорится про белого коня. Часи говори за белком. И многие ошибочно могут полагать, что здесь может идти речь о Иисусе. И много хора могут досипу мыслить, что тут стало думать о Иисусе. Потому что в Откровении 19.11. Что-то в Откровении 19.11. Давайте прочитаем. И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный. Вот в этом вторичном месте тоже говорится про белого коня, и то, что есть идущий на белом коне. И тут говорится про Иисуса. Но хронология событий говорит нам, что Христос придет в конце великой скорби. А тут этот белый конь идет в начале. И после себя он приносит разрушения и войны. Поэтому я пришел к тому, что тут правильнее принимать вот этого всадника на белом коне, как антихриста. И есть одна очень такая хорошая, интересная деталь. Также в Откровении 6 глава 2 стих. Там говорится про то, что у него будет лук. И что он принесет войны. Но при этом не говорится о том, что у него есть стрелы. И я пришел к тому, что вот антихрист придет в мирное время. Но сразу, ну вскоре после этого начнется война, начнутся войны. Второй и третий самолет. Второй и третий самолет. Они упали одновременно. Западали одновременно. И в Откровении 6 глава также. И в Откровении 6 глава. Третьего по 6 стиха также об этом говорится. В 3 до 6 стихе говорим. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри. И взглянул я, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, и говорящий, хиникс пшеницы за динарии, и три хиникса и чменя за динарии, и лея же, и вина не повреждай. Тут говорится про то, что второй всадник и третий всадник это война и голод. Тут все говорили за то, что второй и третий всадник, что война-то и глад. И в Матвее 24 глава, 6 и 7 стих. И в Матея 24 глава, 6 и 7 стих. Это предсказание, это пророчество дублируется. Тва предсказания, пророчество все дублира. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. И все мы знаем из истории, и всички знаем от историята, что всегда после войн, что виднаги след войны, приходит голод. И вот я в этом понимании пришел к тому, что Антихрист уже среди нас, и стигнах до разбиранности, что Антихриста вече е среди нас, что он уже начал действовать, все мы видим новости о войнах, по разным местам, по различным местам. Все мы видим о том, что все больше и больше говорится о том, что в ближайший год, даже может быть к концу этого года, следующего, во многих странах будет нехватка продовольствия, особенно в африканских. И когда я получил подобное толкование, поделился с пастырем, потом поделился с молодежью, и потом я вспомнил тот день, после си вспомнил за онзи ден сутрин, вот представьте, мне снится этот сон, я о нем размышляю, но поскольку нам нужно ехать на служение, не было времени посидеть его толковать. Но я помолился, попросил Богу дать толкование, что когда сяду вечером, чтобы не были силы, и голова была чиста. И вот мы с Аней едем на служение, и Саня путывал мне към служението, и я слышу очень такой звонкий гул. И чувам много силен звук в ушите си. Вот как, примерно как шафран. Нещо като... Шафар. Шафар. Шафран, это трава была, приправа. Вроде завтракал. И с нами еще был Пашка. И с нас беше и Паша, понял? Я такой смотрю, они таки нормально сидят, с телефона спекают. Я говорю, вы же слышите что-то? И ги питам, наличувайте този звук? Нет. И те говорят, не. Говорю, странно. Я скажу, странно. И вот когда я себе толковал этот сон, я вспомнил этот звук. Си вспомнил за този звук. И я понял, что это дано как какое-то предупреждение, что что-то будет. И разбрах, что това мне беше дадено като некакво предупреждение, что нечто сейчас в случае. И когда я делился с молодежью этим, и когато споделил нашим кругом, я говорю, что-то будет. Им казвам, что има нечто. Это было в конце декабря. Това беше край на декембри. И когда пошла новость о сильных землетрясений в Турции, Сирии, и когато започнаха новинницы за сильные землетрясения в Турции, меня вновь вот так коснулось. А был вот этот звук, было предупреждение, что что-то будет. Мен ме докосна, защото имах този звук, че нещо ще се случва. И я тогда понял, что нужно быть всегда готовен. И тогава разбрах, че винаги трябва да съм подготовен. И вот недавно, перед Пасхой, буквально за пару дней, и наскоро, преди Велик ден, я смотрю новость, гледах новини, что в Мекке, все знают, у мусульман, вот это Мекка, где большой клуб, подул очень сильный ветер, там, където те се молят, подул очень сильный ветер, и започнала духа много силен вятер, из разных щелей начали выходить огромное количество таракан и мошек. И от различных дубков, от землята, започнаха да излизат огромные хлебарки, и мушицы, мухи. И это за несколько дней, там буквально действительно день-два до Пасхи. И тут опять меня вот как током бьет, огромные разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Огромные разрушительные землетрясения в Турции. Мусульманские страны. Мусульманские державы. В которых в Сирии вообще были случаи, когда христиан резали за веру. В Сирии имаше случаи, когда христианите сеги зарязывали за веру. В истории Турции тоже есть. В истории Турции сеги има такие моменты. Самая главная достопримечательность и священное место мусульман выходит такое количество разных насекомых. Это прямо в точности шаги как наказание Египет. И това бяха точни стъпки като в наказанието на Египет. Там тоже были разные катаклизмы, дожди, наводнения. Там също имаше различни катаклизми, заводнявания. Насекомые, которые съели их урожай и прочее. Я еще раз понял, действительно последнее время наближает. И я еще раз вспомнил свой сон. И там вот первое откровение 6.2 и первое откровение 6.2 где явно говорится об Антихристе. И я такой подумал, а кто же он такой? Я си помислих кой е той? В Библии? В Библии это? Об Антихристе говорится только в четырех местах. За Антихрист все говорится само на четыре места. Первое место это первое послание Иоанна. Первое место и первое послание к Иоанну. Первая глава, седьмой стих. Первый Янову, первая глава, седьмой стих. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет. Потом первое послание, второй, восемнадцатый стих. Первое послание Иоанна. Там, восемнадцатый, двадцать второй. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время, и в этой же главе, двадцатый, стих, кто лжец, если не тот, то отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист и отвергающий Отца и Сына. И последнее место, это первое послание Иоанна, четвертая глава, третий стих. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Тут мы видим, что апостол Иоанн говорит о Антихристах. И если брать по Библии Антихрист, это тот, кто принижает силу Бога, силу Иисуса, а иногда ставит себя на его место. И мы можем понять, что подобные люди были во времена апостола Иоанна. И есть они и сейчас среди нас. Более того, когда он говорит в первое послание Иоанна, 4-й и 3-й стих, он говорит о духе Антихриста. Значит, это может быть не только какое-то физическое воплощение человека. Но и дух, который будет управлять умами людей. И о том, что будет управлять их действиями. И в Библии есть пророчество о самом страшном и главном Антихристе. Так сказать, правой руке самого дьявола. Это в Откровении 13-я глава. Полностью. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И удивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, и говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агонса, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тот самому надлежит есть терпение и вера святых. Это вот первая часть. И вот мы видим описание, что первый зверь будет не только политическим, но и религиозным лидером. Вот описание на первый зверь, что не самый политический лидер, но и религиозный. Но и религиозный что? А по религиозному можно понять по тому, где написано в 13 главе первом стиху. что на головах его будут имена богохульные. И вот мы видим про то, что говорится про богохульство, что он будет принижать силу Иисуса или же будет себя ставить на его место. И в принципе есть множество деталей, которые ставят Иисуса параллельно Антихриста, точнее параллельно с Иисусом. Что говорится, что это первый агент сатаны. Вот как Иисус начал свое служение, выйдя из воды, когда его крестил Иоанн Креститель, излизайки от вода, так же и зверь начинает свою деятельность, выйдя из воды. Такая зверь започва своя деятельность, когато излиза от вода. Вот в 13 главе первый стих. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя. Он выходит так же из воды. Второе. Иисус получает свою власть от отца. И подобно как Иисус получает власть от отца, так и зверь получает власть от дракона. Это во втором стихе. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Иисус совершал свое земное служение по почетам историков около трех с половиной лет. Так же и в пятом стихе говорится о том, что зверь, выйдящий из моря, будет господствовать сорок два месяца. Такая в пяти стих се казва, че Антихриста ще има власть четыре сей пять месяца. И это вот пример три с половиной года. Това всъщност са три години и половина. Четвертото нещо Иисус был распят, а потом воскрес. Так же и зверь будет ранен достаточно смертельно это в третьем стихе и видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. И пятое власть Иисуса значительно возрастает после его воскрешения. Так же и у зверя после смертельного ранения возрастает его сила. Это вот в Откровении 13 глава 3 4 стих и 8 3 4 стих И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверием, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю, и кто может сразиться с ним. И 8 стих И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И тут мы видим, что зверь, первый зверь, получит силу и власть после всего ранения. Существует и множество других параллелей. И тут не стоит наивно полагать, что Антихрист постучится вам в дверь. И тут не треба наивно да полагаем, че Антихриста ще почука на вратата ви. Нет, он будет себя вести очень не то чтобы скрытно, но очень замаскированно. Он будет всячески аргументировать свое действие Писанием, Иисусом. И будет потихоньку стараться заменить его место. И от можно ли понять кто является первым зверем? тут нужно задать вопрос можем ли да разберем кой са являв първият зверь. И это можем понять начиная с его описание. можем разберем спор описание в Откровение 13 глава 2 стих Зверь, которого я видел был подобен барсу. Ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. И дал ему дракон силу и престол свой и великую власть. И также в книге Прока Данила говорится про этого зверя, что у него будет 10 голов. Соответственно, это будет власть, которая будет выходить из разрушения какой-то империи и которая будет разделена на 10 частей. И вот парочку таких аргументов. Подумайте, он имеет политическое и религиозное влияние. он противостоит Иисусу путем подмены определенных фактов, подражая ему. А какая империя несколько тысяч лет назад развалилась на 10 частей? Римская империя, правильно. Соответственно, он будет быть на территории Римской империи и выходить после развала Римской империи. есть только одна система подходящая на все эти аргументации. Это Римско-католическая церковь с ее папским системой власти. Посмотрите, как подозрительно папство подходит под это описание. На протяжении более тысячи лет многие короли боялись от папа. Его влияние боялись ему не угодить. страхувалися до нему угад много людей было убито что они якобы еретики. Хотя они во многом учили людей Библию и отказывались учить папских доктрин. вопреки вопреки че по многу причин са отказвали да учат тези папски доктрини. Вот пример Ян Гус чешский реформатор убитый в 1415 году за то, что будучи священником он не хотел поддержать учение Рима а учил людей Евангелие. Улием Тиндал который перевел Библию на английский язык который также не хотел поддерживать и учить людей папскими доктринами и очень много других примеров. Один из самых больших аргументов это сравнение десяти заповедей которые описаны в Библии и есть в католическом катарсисе. Если сравнить мы видим что отсутствует вторая заповедь не делай себе кумира. Четвертая заповедь изменена как соблюдай день господень на святи праздник господень. Десятая заповедь разделена на две чтобы не терять вот эту концепцию. Десятая заповедь и получается что девятая заповедь у них не пожелай жены ближнего а десятая не желай что есть у ближнего твоего. И это все вы можете прочитать и сравнить. Я не говорю это от себя. прочетете и да видите. И любопытно что отцы реформаторы Лютер и Калвин так же называли папство и сравнивали его с зверем. са ги сравнявали с зверове. Есть очень много священников на протяжении всей истории католической церкви священников в продолжении на католической церкви которые ставят папу на один уровень с Богом или называют его наместником Бога и что он не может согрешить что даже если он что то делает не так то он не грешит я хочу подметить что я сейчас говорю конкретно про папскую систему власти а не как о католических верующих и вот мы знаем по пророчеству в откровении 13 глава 3 стих что зверь получает еще большую силу силу и власть после того как его смертельно ранят и самое интересное что в истории папской системы власти есть такой факт что эта система обрела огромную власть и силу с 6 по 18 век и только в конце 18 века Наполеон положил конец этому слага кульминационным моментом является пленение папы пия 6 и пленявание на папа пия 6 1798 году после чего он объявил себя ватиканским узником и у вас может возникнуть ко мне вопрос что ты же приводил пример что первый зверь будет власть действовать три с половиной года что первый зверь место из писания где он будет действовать три с половиной года но в библии неоднократно упоминаются места где в пророчествах где Бог приравнивает день за год мы можем приведу один пример книга пророка Езекиля четвертая глава пятая шестая глава я определил тебе годы беззакония их числом дней 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева и когда исполнишь это то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней нести на себе беззаконие дома Иудина день за год день за год я определил тебе если посчитать 42 месяца на количество дней и приравнивать это количество дней один день за год то выходят подозрительно такие же цифры 1200 лет и как мы знаем из истории папская система имела огромную власть с 6 по 18 век это это вот лично по моему откровению и по материалам которые я изучал описание первого зверя а кто же тогда второй зверь тугавакой втория его описание откровение 13 глава 11 по 17 стих 13 с 11 по 17 и увидел я другого зверя выходящего из земли он имел два рога подобные агничим и говорил как дракон он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю у которого смертельная рана исцелела и творит великие знамения так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми и чудесами которые дано было ему творить перед зверем он обольшает живущих на земле говоря живущим на земле чтобы они сделали образ зверя который имеет рану от меча и жив и дано ему было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя и говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их и что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его и тут мы видим описание что первый зверь а второй зверь и что он начнет строить однополярный мир что он сделает так что никто не сможет ни продавать ни покупать что он будет делать знамения чудеса и что многие поклонятся ему и кто в наше время имеет экономические политические рычаги давления кто может сделать так чтобы никто не смог ни покупать ни продавать сейчас по нынешнему времени это больше подходит под описание штатов и европейского союза и многие приводят пример теологи и много теологи да вот пример об этом зато но есть сейчас людей которые сравнивают что второй зверь может быть байден бачима часто вот хор указывает что второй зверь может быть байден макрон зеленский и даже эрдоган и даже эрдоган что приводят пример что когда-то эрдоган сказал что он не совсем турок да вот пример что не совсем турчин ну а потом начал говорить что не не я турок турчин и тут я не могу вам сказать кто точно из них но есть один аргумент который библейский который нам говорит что это будет сильная политическая личность с еврейскими корнями где-то даже говорится что он будет из колена данного но это мы не можем проследить и огромной властью и вот этот вот зверь будет всячески входить в ума верующих людей и так им говорить что люди будут обольщаться и будут оправдывать себя тем что он сопоставляет себя с Исусом что он как Исус и будут идти за Ним и следуют и вот поэтому нам очень важно изучать Библию понимать Библию и если мы получаем какую-то информацию что ее сейчас много в мире делиться с пастырями обсуждать это в собрании верующих чтобы не обольститься потому что дьявол очень хорошо знает Писание и он может на этом управлять всячески ума людей и очень много есть систем которые построены на Писании все знают историю основания СССР но особенно молодые ребята моего поколения мало вглубляются историю и не знают что Ленин заканчивал библейскую школу что Сталин вообще планировал быть священником и даже начинал учиться и даже искал доучив семинария и что они хорошо знали Писание и что они много добре запознавали Писание и если посмотреть одни из первых доктрин коммунизма они очень похожи на горную проповедь я даже недавно пару лет назад один коммунист говорил что Иисус тоже был коммунистом что мол посравнив коммунистические доктрины и нагородную проповедь что они похожи но тогда Ленин и Сталин они взяли структуру Библии вытащили из нее Бога и поставили себя и если посмотреть действительно как строился СССР то Ленину была уготована роль Бога Отца Ленин трябваше на роля на Бог Отец а Сталину роль Бога Сына что всегда всем говорили про то что он Ленин наш Ленин Ленин всегда приводили его и Сталин так же как и по Библии приводится пример то что Бог наш Отец чей велик и поэтому очень важно как я говорил понимать изучать Библию чтобы чтобы не обольститься и сегодня уже несколько раз говорили и Аня и Эди про то что надо служить потому что в последнее время сильно обольщение придет через комфорт потому что очень много людей особенно верующих людей придут к чрезмерному комфорт я не говорю про то что комфорт это плохо я не ухожу в крайности что надо вести аскетичный образ жизни комфорт это хорошо но этот комфорт не должен становить у нас на первое место что потом когда придут действительно последние дни когда этот комфорт у нас заберут нам будет очень тяжело воспринимать этот мир и дьявол предоставляя комфорт вот этот второй зверь антихрист будет тем самым этим комфортом показывать что я как Иисус даю тебе благословение и приди ко мне и у тебя все будет комфортно поэтому неоднократно на духовных академиях пастор Дэвид говорит о том что надо открывать двери своего дома надо служить ездить на служение на мисии наши пастори однократно призывают нас к служению к тому чтобы мы были готовы служить и служение Богу было для нас на первое место и очень важно помимо того чтобы мы изучали Библию чтобы мы служили чтобы мы действительно вот ту любовь вот сегодня Эди говорил наистина наистина тази любов за която говоришь Эди която получаваме чтобы мы могли отдавать ее большему количеству людей чтобы мы могли их спасать потому потому что в последнее время Бог будет действительно единственной надеждой и помощью нам Бог что наистина единственная подкрепа и помощь за нас поэтому я призываю вас бодрствовать не унывать не зацикливаться на том что да действительно последнее время идет и не надо нам уходить в крайность не трябва да стигаме крайности да се затворим в някакви пещери или в домовете и ждать наоборот мы должны выходить в этот мир просто с двух ног влетать и забирать спасать души для Бога и так же есть другая крайность когда люди и так будут последние времена поживу я как чудно последок всегда нужна золотая середина и если действительно мы будем подпитываться Духом Святым будем иметь коннект с Богом то нам будет намного проще пережить это тяжело время и эта неделя мне действительно показала хоть такими мелкими неприятностями и тази седмица наистина ми показва с някакви много древни неприятни неща но действительно как с Богом неприятности переживаются легче хора я вот помню был маленьким и удивлялся новостям в 2008 году когда был мировой кризис нам показывали новости штатов что якобы богатый человек но прыгают здания и крыш потому что деньги было для них действительно основанием и в кризис их основание пошатывалось и дьявол их подталкивал на это действие и поскольку у меня откровение действительно книга пророка Даниила одни из любимых книг я так начал там говориться про то что в последние времена бегите в горы и леса я начал присматривать поскольку я занимаюсь недвижимостью присматривать там участки что по чем что можно строить и я как-то на молодежном лагере когда ребятами общались я поделился своим видением и там был парень лидер молодежного служения в Бургасе он такой ну не знаю Ромчик на счет гор там время вроде бы еще есть и когда к концу прошлого года начале этого я уже не помню были новости о возможной скором ядерной войне то мне написал Ромчик когда будете ехать в горы и леса я с вами и я вот говорю молодежи смотрите как у нас наше молодежное служение возрастает и приходят нужные люди вот Леха например который любит природу которого технический склад ума и вот брат Эдди тоже с техническим складом ума с золотыми руками будет кому помогать строить пастырь у нас рыбак Александр Шарич рыбак будет кому добывать рыбу у нас молодежь молодежь два человека мастера спорта стрельбы из лука были в сборной России по стрельбе из лука будет кому добывать мясо у нас Ульяна стреляет тоже будет кому охотиться ума кой кой да лови нас реально я смотрю Бог готовит так это чтобы у нас была супер команда чтобы наши последние дни были вообще негрустными да не са много теж да 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 будет весело и интересно поэтому бодрствуйте дорогие давайте помолимся дорогой Господь я благодарю за те пророчества за те откровения които ти не даваш и ти благодаря за това че ти работиш с нашите умове и сърца на всеки един човек я молю Тебя Господь дай нам бить всегда в отличном коннекте с Тобой чтобы Дух Святой постоянно бил в наших сердцах и чтобы мы не обольстились когда действительно придет Антихрист и когда Он начнет действовать дай нам Господь вечно уповать на Тебя и действительно все беды и невзгоды отдавать Тебе и всички неприятности да ги отдаваме на Теб да не се концентрираме върху Тех дай нам мудрости и сил приводить как можно больше людей к спасению просто используй нас как Твой инструмент открывай наши сердца наши дома наш разум на то что мы действительно были этим инструментом для спасения людей я благодарю Тебя Боже за все мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа аминь аминь спасибо большое